Топор истины. Секреты. Карма. Алгоритмы уничтожения. Итак, судьба в лице высших разговаривает с нами языком поддержки и боли. И у них есть пророва разнообразных средств обеспечения этих самых поддержки и боли. Особенно боли. Какие из них будут применены? Здесь есть ряд закономерностей. Замечено, если человек имеет множество разнообразных ценностей во многих сферах жизни, то в случае необходимой перетряски, высший не будет сразу же пытаться порешить своего персонажа. Зачастую это просто ни к чему. У человека есть столько уязвимых мест, по которым можно ударить, сподобив его на сознательную активность. Ну а порешить это всегда успеется. А теперь посмотрим, какие это уязвимые места. В первую очередь это, конечно же, социальные источники. Единство, получение, отдача, превосходство, одобрение, а также их синергии, активные, ресурсные и групповые аспекты. Обладание всеми этими ценностями в значительной степени зависит от благосклонной воли других людей, составляющих социум. И у большинства людей они занимают чертовски высокую энергетическую долю в системе ценностей. А потому являются для них уязвимым местом номер один. Глупо бы было этим не воспользоваться. И высшие пользуются, причем самым активным образом. Особенно это касается ценностей получения. Болевые ситуации, полученные от других людей, их конек. Предательство, унижение, нападение, несправедливость и обманы. Список можно долго продолжать. Чем значимее для вас персонаж, заставляющий вас страдать, тем больше объем теряемых вами ценностей, тем больше поводов для самосовершенствования, тем лучше. Разобравшись социальными ценностями своего подопытного и так не увидев самосовершенствования, высшие начинают громить все остальное. Я бы назвал следующую стадию так. Разрушение общей удачи. И здесь высшие располагают просто колоссальным инструментарием для вразумляющего влияния. Есть где разгуляться. Под вразумляющим влиянием предполагается следующее. Любое дело, за которое вы возьметесь, может пойти наперекосяк самым непредсказуемым образом. И вы не достигнете желаемого результата. Карьера, деньги, управление, стабильность, защищенность, общее благополучие. Тут полно сферы жизни со множеством ценных программ восприятия, в которые могут быть вложены немалые суммы вашей энергии. Под раздачу попадут и всевозможные ресурсы одиночного плана, и миссии по их достижению. Алгоритмы прохождения всех подобных ситуаций вам уже известны. При победе, избавление от страха, высший либо вернет пациента на первую стадию экзекуции, либо прекратит ее до лучших времен. Ну или придумает что-то повеселее. В случае же поражения, длительное страдание, выше перейдет к третьей стадии процедуры и начнет активную работу над куда более ощутимой темой, состоянием здоровья своего подопечного. Почему именно в такой последовательности? Я так понял, фишка заключается в градиенте испытаний, от сложенного к простому. Если у человека вложены большие капиталы энергии в социальных ценностях, то ему сперва даются минимально автоматизированные испытания на разрушение этих самых ценностей. Чтобы человек сам своими творческими усилиями изменился, нашел более значимые ценности, избавился от страха и обрел мудрость. Эти испытания самые сложные, поскольку вы не можете так просто взять и подчинить чужую волю своей. А вот высшие могут. Манипулируя другими участниками игры, они быстро добиваются своего и с легкостью рушат все то, от чего вы так зависите. Куда как легче проходит перетряска в результате получения боли от случайного стечения обстоятельств и стихий, так называемые удары судьбы. Разношерстные невзгоды, неприятности и несчастья, по работе, с финансами, разрушение планов и надежд. Здесь вы уже гораздо четче знаете, что делать, чтобы прекратить страдания и вернуть части. Не можете справиться с этим? Хорошо, тогда вас ждут совсем простые, полуавтоматизированные испытания, болезни и травмы. Чтобы пройти их, вам не надо особо думать, все уже продумано за вас. И когда будет надо, регенерирующие программы включатся автоматически. Зависимость в периоды поврежденного здоровья обычно снижается форсированными темпами. Однако, если же вы систематически не будете справляться даже с настолько простыми испытаниями, что же, тогда задача упрощается до предела. Высший проведет вас через почти полностью автоматизированную процедуру. Эта процедура прекрасно вам известна – смерть. До этого мы еще дойдем, а пока поподробнее разберем запущенный вариант кармического очищения, третью стадию. А, и да, все эти алгоритмы поведения высших – не обязанность, а право. Статистическая закономерность. Как я понял, в большинстве случаев имеет место именно такая последовательность в разумительных мерах. Однако, возможны и отхождения от накатанной схемы. Особенно велика вероятность отхождения, если человек занят выполнением особо масштабных миссий, а его высший состоит в могущественных эгрегорах. В общем, не стоит удивляться, если в один прекрасный день на вас с небес упадет метеорит безо всяких предупреждений и намеков. Здоровье. Причины болезней. О здоровье обычно начинают говорить, когда его не достает. Хех, неудивительно, что добрая половина эзотерических систем возникла именно как попытка поправить здоровье людей, и уже только потом, если будет время объяснить какой-нибудь принцип мироздания. Здоровьем и жизнеобеспечением человека рулит подсознательный модуль тела. Довольно большой пакет продвинутых программ. Доступ к его настройкам есть у персонального высшего конкретного человека. Их он может менять в любой момент со всеми вытекающими для человека посредствиями. Точно так же, как и игрок может менять настройки своего персонажа из компьютерной игрушки. А еще там же в подсознании есть специальный пакет программ по автономной самонастройке программ жизнеобеспечения, которые реагируют на волю и восприятие уже самого человека. А следовательно, может как похерить, так и улучшить состояние здоровья безо всякого вмешательства свыше, но в зависимости от принятых самим человеком решений и от его восприятия. Нередко бывает так, что высшему достаточно всего один раз как следует настроить эту программу контроля над телом своего персонажа, после чего благополучно забить наручное управление и смотреть представление. И ведь смотреть есть на что. Напомню об одной детали. Из опыта известно, что при воздействии примерно одних и тех же разрушительных факторов на двух разных людей, у одного болезнь возникает, а у другого нет. Одних людей никакие болезни не берут, а другие заболевают от малейшей нестабильности. У одних пораженными чаще оказываются одни системы органов, а у других совсем другие. Вывод из всего этого довольно прост. Программы, ответственные за жизнеобеспечение, иммунитет и прочие атрибуты здоровья, у всех этих людей настроены по-разному. У кого-то прекрасно, а у кого-то хреново. Допустим, некто заболел. Стоит ли списать все это на вмешательство его высшего? Безусловно, ведь именно он может определять параметры программ, ответственных за здоровье человека, как напрямую, так и опосредованно, через настройку вышеописанной автономной программы настройщика. Но вместе с этим стоит также учесть и влияние собственной воли человека, от которой как раз и зависит. Первое. Во-первых, то, как поведет себя эта программа и какие изменения она внесет в настройки здоровья человека. Второе. И во-вторых, то, как поведет себя сам высший, наблюдающий за своим человеком, и как он откорректирует настройки его здоровья вручную. Итого имеем. Главная причина, которая нам не подвластна – воля высшего. И второстепенная причина, которая в нашей власти – воля человека. Причем обе причины взаимосвязаны. Высший наблюдает за человеком и принимает свои решения, исходя из этих наблюдений. И человек наблюдает за проявлениями воли высшего, пытаясь их трактовать, чтобы использовать эти трактовки в своих интересах. Нас, разумеется, интересует и то, и другое. Одни и те же разрушительные факторы действуют на разных игроков по-разному. Меньше урона получает тот, у кого лучше настроены программы жизнеобеспечения. Тот же иммунитет, к примеру. И тот, кто лучше владеет умениями самопрограммирования, чтобы самостоятельно проводить перенастройку этих программ. Мудрец с высоким иммунитетом будет обладать железобетонным здоровьем. Глупец с иссякающим временным потенциалом в программах жизнеобеспечения долго не проживет. Впрочем, решающее значение все же имеет именно величина вредоносных факторов. А для человека ее определяет в первую очередь его высший. Точки поражения Общее правило о причине разрушительного вмешательства свыше полностью применимо и ко всем болезням. В первую очередь важно понимать, что болезнь дается не за косяки, а ради достижений. Косяки же, уязвимости мироздания, это то, что мешает достижениям. Посему имеет место корреляция. Сила болезни прямо пропорциональна запущенности ситуации системой ценности. Больше зависимости, больше проблем по здоровью. В принципе, это дает ответ на вопрос о том, зачем высшие ведут политику здравого захоронения в отношении своих любимых людей. Но этого мало. Следующий вопрос уже не такой общий. Какие именно болезни и в каких случаях имеют место быть? И главное, что делать, чтобы управлять своим здоровьем и устранять болезни? Возьмем классический вариант. Настройку программ жизни и обеспечения можно поменять, причем как улучшить, так и ухудшить с помощью опосредованного самопрограммирования. То есть, все операции по перепрограммированию будет проводить вышеупомянутая программа, автономный настройщик. А человек только меняет свою жизнь так, чтобы эта настраивающая программа отреагировала нужным образом. Вот только чтобы понять, как менять свою жизнь, нужно знать, по какому принципу работает программа-настройщик. Тут мы сталкиваемся с серьезным затруднением, ибо все индивидуально. Сколько высших, столько и вариантов работы программы-настройщика. Вам самим придется выяснять, какие приоритетные задачи ставит перед вами ваш высший, и уже исходя из этого думать, по каким уязвимым местам вам будет нанесен удар, и для чего конкретно он будет нанесен. Но, как водится, есть здесь и закономерности. Излюбленная фишка практически всех высших – вызывать болезни и травмы не от балды, а именно для тех органов и систем, ухудшение работы которых лучшим образом, по мнению высшего, разумеется, поможет увеличить эффективность выполнения не только предназначения и прочих жизненных задач своего человека, но и всего того, что сам человек для себя понапридумывал. Но, опять же, исключительно по упоротому мнению высшего. Причем логика, которой высший при этом пользуется подчас, бывает просто феерической. Скрытый смысл льет через край. Исследователи-кормоведы, руководствуясь логикой, интуицией и наставлениями своей левой пятки, создают целые развернутые системы и таблицы, показывающие зависимость ослабления того или иного органа, от того или иного неэффективного игрового стиля. Можете ознакомиться при желании. Итак, наблюдая за характером появления и развития всевозможных болезней, я пришел к выводу, что болезнь поражает именно тот орган, который помогает осуществлять именно те функции и способности, которые применяются неэффективно. После чего больной человек вынужден искать новые, лучшие способы поведения для использования этих способностей. Неэффективно по меркам высшего, разумеется. Мы уже рассматривали, к чему это неэффективно и сводится. Зависимости. Если орган разрушается и его функциональность снижена, надо найти ту программу, для выполнения которой требуется эта функциональность. Высший снижает мощность функционирования ключевого органа, чтобы снизить концентрацию человека на конкретных программах восприятия, ценностях, от которых тот чрезмерно зависим. К примеру, можно поломать человеку ноги, если надо лишить его возможности хождения на работу. Подобными трюками очень часто пользуются высшие, даруя своим любимым персонажам именно такие болезни и травмы, которые помешают ему достигать именно тех ценностей, которые не положены ему по сюжету. Но опять же, это только если по-другому не доходит. Высшие не стремятся сразу калечить вас, если чуть что идет не по плану. До этого чудного момента следует куча предупреждений, которые правда еще надо умудриться правильно растолковать. Но в этом держитесь. Огромный талант – уметь разбираться, какая программа стала причиной в каждом конкретном случае. Для упрощения этих разборов полетов я использую разделение ценностей на группы, особняком выделяя 7 источников. И в зависимости от одной и некоторой ценности, значит, скорее всего, присутствуют проблемы со всей соответствующей этой ценности группой. Вот этому участку системы ценностей стоит уделить повышенное внимание, чтобы отыскать корень проблем со своим здоровьем. Такой метод неплохо сужает круг поисков. В целом, выводы по теме для людей неутешительные, как ни прискорбно, но реалии таковы. Зависимость от любой жизненной ценности уже достаточный с высшей точки зрения повод, чтобы ослабить здоровье своего любимого персонажа. Однако вместе с тем и рецепт оздоровления становится как никогда ясен. Техника выздоровления. Когда ты здоров, то имеешь прекрасный повод для счастья. Когда ты болен, твое счастье снижено. Вывод – восстанови здоровье и вновь станешь счастлив. Такова очевидная логика. Но эта техника не о ней. Сегодня я предлагаю вам кардинально иную логику. Восстанови счастье, невзирая на состояние здоровья. И тогда, как ни странно, этот финт приведет к выздоровлению. Но уже не по вашей воле, а по высшей. Расчет высших весьма прост. Благодаря болезни человек лишается части своих возможностей, а значит, не может продолжать жить в привычном стиле и вынужден его менять. Когда человек найдет более эффективный игровой стиль и перейдет на него, необходимость болезни отпадает. Включаются автоматические программы, либо высшим напрямую. Механизмы регенерации и прочих аспектов жизнеобеспечения наступает выздоровление. Опустим детали и сосредоточимся на том, что надо сделать человеку для достижения такого эффекта. Выполнение техники потребует как продвинутых навыков самонаблюдения, так и солидного опыта в самопрограммировании, который достигается в частности при практике в других топорных техниках. Во-первых, измерьте в числовом выражении ваше суммарное счастье в здоровом состоянии. Теперь измерьте суммарное счастье в больном состоянии. Что оказалось меньше первого? Эх, не мудрено. Ну так вот, в процессе выполнения техники оно должно стать больше первого. Вот это и будет вашей победой, равно как и сигналом для высшего. Сигналом того, что вы нашли способ реализовать аспект своего смысла жизни даже в хардкорных игровых условиях, что удалось благодаря частичному снятию зависимости от старых жизненных ценностей и обретению новых точек опор, а значит цель болезни достигнута, ее можно отменять. При выполнении техники выздоровления очень важно учесть. Ключевой аспект. Выборка при самонаблюдении именно тех жизненных ценностей, которые были поставлены вашим высшим во главу угла при назначении вам болезни. То есть меру радости предстоит повышать именно от осознания роста тех ценностей, доступ к которым вам перекрыли болезнью, ибо вы чрезмерно от этого доступа зависели. Будете разгонять радость посторонним, маловажным аспектам, это конечно хорошо, но если вы ограничитесь лишь этим и забьете на ключевые ценности, вам вряд ли засчитают выполнение техники, и продолжите вы как ни в чем не бывало болеть. Величина радости должна быть значительно выше, чем было до ослабления здоровья. Если вы просто вернете свой уровень счастья к привычному значению, то вам такое выполнение могут просто не засчитать. Величина страха по ключевым пунктам должна быть практически в зоне нуля. Если это условие не будет выполнено, высший вряд ли засчитает человеку выполнение техники. Контрольный период самонаблюдения должен быть достаточен. Чем серьезнее болезнь, от которой требуется излечиться, тем он выше. Скорее всего это будет в районе нескольких дней или недель. Хотя в случае особо выдающихся успехов достаточно бывает и пары часов. При таком подходе любая болезнь обернется для вас отличным поводом для значительного прорыва в развитии, корректировки системы ценностей и усиленного выполнения техник самопрограммирования. Итак, как же это половче провернуть? Если один проход к цели заблокирован, что вы будете делать? Быть может отправиться на поиски других путей? Но если так, то вам точно стоит перестать биться головой в стену в надежде таки проломить завал и пойти по привычной дорожке. В общем, техника от решения в помощь. Да-да, аскеты уже давным-давно прохавали тему и пропалили немало годноты. Умеренность во всем, отдых как смена деятельности, прерывание привычных режимов жизни и прочее в этом ключе. Но от решения лишь только первый шаг. Освободив достаточное количество своей энергии и снизив тем самым зависимость от ценностей, от которых вы отрешились, вы находите для этой энергии новые цели. Вы переводите внимание с чего-то одного на нечто другое. И ваша задача сделать так, чтобы это нечто другое было максимально ценным. Тут вам пригодится и техника накрутки, и техника пирамиды и прочее, прочее, прочее. Ну и вот, болезни и травмы прекрасно помогают всего этого достичь. Вообще болезнь можно считать принудительным отрешением. Понимание этого – первый шаг на пути самоисцеления. Чем тяжелее болезнь или травма, тем радикальнее настроен высший. Тем более запущено мировоззрение больного, тем больших усилий по его исправлению потребуется, чтобы по-настоящему излечиться, а не просто убрать симптомы. Да, вы, разумеется, можете воспользоваться достижениями медицины или даже восстановительной магии, чтобы как можно сильнее укрепить свое здоровье. Но это будет только временная видимость эффекта. Увидя все непотребства, высший наверняка наградит вас новой болезнью или со временем вернет старую в более тяжкой форме. Подобное часто наблюдается на практике. Вылечили один орган, заболевает другой. Вылечили второй орган, заболевает третий. Плюс идут неприятности по удаче, в делах, в отношениях. Это происходит потому, что причина болезни не устранена, а причина – воля высшего. Чтобы избавиться от болезни, полностью нужно разгадать мотив высшего и выполнить его условия. Весьма нетривиальная задачка. Но остальные варианты вряд ли прокатят. Так что если вы любитель медицины, то разумно было бы параллельно с упарыванием колес и применением прочих механических средств исцеления, также вести работы по построению более эффективной системы ценностей. В этом случае высший может даже помочь вам быстрее отрегенерировать здоровье, предоставив вам возможность работать дальше в добровольном, а не принудительном порядке. Верно и обратное. Если вы забили на медицину и прочие атрибуты механического жизнеобеспечения, ваше здоровье ухудшится. Но если при этом вы с особым усердием и эффективностью налегаете на высокоуровневые миссии по саморазвитию, избавляетесь от страха и зависимости и совершенствуете свою систему ценностей, тогда высший поддержит вас и включит усиленный режим алгоритмов жизнеобеспечения, чтобы держать ваше здоровье на достаточно высоком уровне. Также надо упомянуть и такой вид ситуации, когда высший приговаривается у человека к особо тяжкой, неизлечимой болезни или к постоянной потере, оторванной руки, ноги, например. Если такое произошло, то это значит, что его намерения крайне масштабные. Это значит, что высший настолько слетел с катушек, что решил весь игровой сеанс, зачастую весьма длительный, проиграть ослабленным ущербным персонажам. Цель такого хардкорного образа игры такая же, как и всегда – победить. Победить в особо затруднительных условиях. Вызов. Сознательное завышение уровня сложности игры. Иногда до неопреодолимой планки. Все в лучших традициях истинного иди… эммммм… мастерства. Вот только зачастую управляемый таким мастером человек может высказать на этот счет совсем иную точку зрения. А потому такой человек не победит. В общем, все как всегда. У высших одна отговорка – ускорение. Победа в хардкорном режиме и вправду сулит куда более высокую скорость развития. А ведь именно ради этой скорости и затевалась вся эта канитель с игрой смертных. Все-таки у них там есть куда менее напрягающие варианты времяпрепровождения. Ведь, надеюсь, не думали, что наша с вами любимая земная помойка – предел их мечтаний. Да, и еще. Также надо отметить, что в случае успешного самоисцеления сложность игры возрастет. Да, перепрохождение пройденного уже не так интересно. Поэтому жизненные задачи человека, которые ставят для него высшие после исцеления, будут еще более сложными и масштабными. Получится ли у него выполнить их, зависит от него. Если да, замечательно. А если вместо выполнения задач получится новая серия косяков, ну что ж, всегда можно повторить экзекуцию. Ну или прибить пациента, чтоб не мучился. Итак, вывод. По сути, все мои оздоровительные рекомендации сводятся к одному. Снимайте зависимость от всех жизненных ценностей и совершенствуйте свою систему ценностей. Дабы ускорить этот процесс самосовершенствования и даются болезни, равно как и все остальные неприятности и прочие разрушительные ситуации. Поддерживайте достаточную скорость развития самостоятельно, и вся эта прелесть вам не понадобится. Фавориты, игрушки и забытые. Что ж, пройдясь по главным аспектам влияния высших на жизни людей, мы почти закончили с основами карамотворчества. А напоследок рассмотрим пару условных классификаций участников земного аттракциона в контексте вмешательства высших. Вот три обозначения для типов людей в зависимости от того, какой подход выбрало их высшее существо в отношении игры за них. Повторяю, классификация условная, это архетипы, а на самом деле возможно много интересных и разнообразных вариаций. Краткое же описание архетипов очень просто. За фаворитом глаз да глаз. Высший буквально ведет его по жизни во множественном количестве, применяя свои особые способности вмешательств в его личную жизнь, чем зачастую его изрядно достает, ну как вас, например. С игрушкой же разговору несколько другой. Периодически высший уделяет ей много внимания, обычно в важных, ключевых и переходных эпизодах ее смертной жизни. А потом оставляет на самообеспечение, вмешиваясь только по необходимости. А еще когда захочется провернуть нечто особенное, специально для высших извращенцев. Вы же любите извращаться своими игрушками? Ну вот, все по аналогии. Ну а что касается забытого, то на него высший вообще, как следует из названия, благополучно забивает, предоставляя товарища самому себе. Впрочем, забытый это скорее теоретическое, нежели практическое явление. Все-таки высшие воплощаются отнюдь не для того, чтобы забивать на своих персонажей. Тем не менее, у них есть такая возможность. При этом учтите, то, кем является человек по этой классификации, никоим образом не умаляет его собственные возможности. Так все инструменты самопрограммирования в полном объеме имеются как у отъявленного забытого, так и у самого наизотюканного фаворита. Уровни сложности игры. Это тоже условность, но разобравшись в ней, вы сможете еще сильнее улучшить свое понимание. Вот три уровня игровой сложности. Легкий, средний и хардкор. Фишка в том, что вы сами вольны выбирать удобный для себя режим. Со всеми вытекающими, как и всегда. В зависимости от вашего выбора изменится и стратегия влияния высшего на вашу жизнь. Причем в течение жизни свой выбор можно менять. Легкий уровень. Выберите себе простую архетипичную роль из уже существующих. Можно даже что-нибудь из ширпотреба. И скопируйте свою жизнь по этому шаблону. Да, это приведет к гарантированному запарыванию вашего предназначения, к которому вы скорее всего даже не прикоснетесь, но выше не станет гнобить вас, если вы будете играть свою малую роль эффективно. По правде говоря, если при этом вы будете повышать свою мудрость, совершенствоваться в самопрограммировании и не запарывать взятые миссии, тогда ваша смертная жизнь даже не будет тягостной и мрачной. А если вы еще к тому же успешно проведете творческую оптимизацию как можно большего числа миссий, максимально накрутив им КЦ, то вы даже будете чувствовать себя счастливым. Хотя при таком раскладе высшие все равно не оставят попыток сподобить вас перейти на средний уровень сложности, где награды и скорость развития еще больше. А, и да, к тем, кто узнал об этом, но все равно решил остаться на легком уровне и высший применяет более жесткие меры. Всегда пожалуйста. Средний уровень. Найдите продуманную и уготованную вам в вашем высшем роль и выполните ее. Это путь предназначения. Путь героя. Можете играть неэффективно. Можете запарывать мелкие попутные миссии. Можете даже забить на оптимизацию, хотя на этом уровне это будет трудно сделать. Высший закроет на все это глаза, если вы будете продвигаться по своей главной сюжетной линии. И вы будете, безусловно, счастливы, так как точно знаете, зачем живете. Но поблажек не ждите. Все ваши провалы повлекут за собой ответные меры со стороны высшего, имеющие целью сподобить вас на смену тактике, чтобы успешно выполнять не только главное предназначение, но и все попутные опциональные задачи и миссии. Убить вас не убьют, но потреплет очень даже знатно. Если же вы длительное время будете высокоэффективно, велико-мудро и максимально творчески выполнять все миссии, то ваше счастье достигнет эпических размахов. И да, это повод повысить сложность. Хардкор. Этот уровень открывается после начала прохождения игры на среднем уровне. Десять раз подумайте, прежде чем переходить на него, он реально очень сложный. Но вместе с тем архивеликий. Если средняя сложность – путь героя, то это путь настоящего, богоподобного существа. Создайте сами свою главную роль. Придумайте сами свое предназначение, ценность, масштаб которого превзойдут первоначальную задумку высшего, ну и приступайте к его выполнению, не дожидаясь одобрения со стороны высших сил. Фактически при таком раскладе вы берете работу высшего на себя. Для этого вам понадобится как великая мудрость, так и мастерское использование навыков самопрограммирования, равно как и превосходно проведенная творческая оптимизация созданного предназначения. Обычно эту работу с высоты своих знаний самостоятельно проделывает высшие, когда назначают предназначение своему персонажу. Вам же приходится только разгадывать, в чем оно заключалось. Но только не на хардкорном уровне сложности. Рекомендуется переходить на него не раньше, чем вы полностью реализуете хотя бы одно стандартное предназначение. Но хотя бы для того, чтобы разобраться на опыте, как эти предназначения устроены. А потом уже создавать свой вариант. Ведь если ваша работа окажется халтурой, потенциальная совокупная ценность придуманного вами предназначения сильно не достает до потенциальной совокупной ценности предназначения высшего производства, то у высшего не будет особых причин продолжать игру таким заведомо запоротым персонажем. И тогда он включит режим не менее хардкорного очищения. Да, таковы опасности самого высокого уровня сложности. Но они того стоят. Уровни сложности игры. Легкие. Выполнение стандартного набора миссий для среднестатистического архетипичного гражданина попутных мелких миссий, а также миссий среднего размаха. Максимальный уровень ценностей 3-4. Уровень силы средний. Благосклонность эгрегоров средняя. Сюжетная броня нет слабая. Для вас это слишком просто. Набравшись мудростью опыта, переходите на средний уровень сложности. Средний. Сосредоточение на выполнении предназначения. Выполнение стандартного набора и попутных миссий опционально. Максимальный уровень ценностей 4-5. Уровень силы высокий. Благосклонность союзных эгрегоров высокая. Сюжетная броня средняя. Это оптимальный уровень сложности для опытного и мудрого игрока. Хардкор. Придумайте свое предназначение и напишите сами сценарий своей жизни. Максимальный уровень ценностей 5-6. Уровень силы архивысокий. Благосклонность всех эгрегоров высокая. Сюжетная броня мощная. Для избранных. Огромная сложность, огромные бонусы.